Биосфера Сегодня очень важно оптимизировать, то есть уменьшить вредное воздействие человеческой деятельности на природу. Об этом и пойдет речь в шестом фильме цикла «Охрана окружающей среды». Немного истории. Основоположником современного учения о биосфере стал крупнейший советский ученый, академик Владимир Иванович Вернадский. Он создал теорию биогенной миграции атома. Вернадский считал, что живое вещество, трансформируя солнечное излучение, вовлекает неорганическую материю в непрерывный круговорот. Биосфера под влиянием научных достижений и человеческого труда постепенно переходит в новое состояние. Ноосферу, сферу разума, утверждал Вернадский. Человеческий разум позволяет найти пути оптимизации неблагоприятных воздействий на природу. В сущности человек – часть биосферы, и только по сравнению с наблюдаемыми на ней явлениями может судить о мироздании. Он находится в тонкой пленке биосферы и лишь мыслью проникает вверх и вниз, говорил Вернадский. В середине 20 века человек расщепил атомы, проник в тайны микромира, поднялся в космос, создал технику, которая шаг за шагом стала наступать на природу. В наши дни человечество превратилось в геологическую силу, которая способна войти в конфликт с окружающей средой. Один небольшой пример. В крупном аэропорту ежедневно, каждые две минуты, взлетает и садится самолет. При этом он поглощает такое количество кислорода, которого хватило бы на неделю для жизни 100 человек. А теперь представьте, сколько в мире аэропортов. Только аэропортов, не говоря уже о промышленных предприятиях и городах. Количество городов на земном шаре скоро станет астрономическим. Города постепенно вытеснили лесные массивы, первозданные болота, насыщенные кислородом луга и рощи. У современного города, будь он большой или маленький, много разных проблем. Мы остановимся на одной из них – загрязнении. Знаете ли вы, сколько бытовых отходов оставляет после себя в год один человек? Цифра довольно внушительная – 350 килограмм. Но не забудем, что складывается она из мелочей. К примеру, если старые афиши в городе не убирать, то очень скоро они закроют весь асфальт. А сколько сил нужно затратить, чтобы почистить, умыть город? Только за один год в нашей стране выбрасывается 40 миллионов тонн отходов. Как справиться с ними? Куда девать? Така отходы либо сжигают, либо закапывают. И целые острова сокровищ превращаются в пепел, над которым стоит густой, едкий дым. Под полигоны для мусора заняты сотни гектаров нужных человеку земель. Сегодня проблема переработки бытовых и производственных отходов беспокоит не только хозяйственников, но и ученых. Необходимо извлечь и выгородить в промышленности ценное сырье и избавить горожан от соседства грязных свалок. Вот один из примеров индустриального решения этой проблемы. Ленинградский опытный завод по механизированной переработке отходов. Это первый такой завод в нашей стране. Весь процесс здесь автоматизирован. Оператору только остается управлять этим процессом. Мощный магнит притягивает к себе все металлические предметы. И металл, так необходимый государству, завтра снова станет разнообразными изделиями, без которых мы просто не можем обойтись. Но самое главное, этот металл гораздо дешевле того, который извлекают из руды. Тонна стали, полученная из переплавки металлических отходов, экономит электроэнергию, снижает выбросы загрязнений в атмосферу, сокращает расход воды. Ленинградский опытный завод в течение года извлекает из мусора 3000 тонн металла. Вот в этих вращающихся барабанах мусор, из которого уже выбран металл, непрерывно перемешивается при температуре плюс 55 градусов. Такой температуры вполне достаточно, чтобы погибли все вредные микроорганизмы. Цикл длится всего 36 часов. За это короткое время мусор и твердые бытовые отходы превращаются в компост. На пластмассу и резину такая температура не действует. Они остаются на сите и служат сырьем для дальнейшей переработки. Компост отправляют в 24 овощеводческие хозяйства Ленинградской области. Ленинград не избалован солнечными днями, поэтому в открытом грунте здесь не возревают южные овощи, помидоры, перец, баклажаны. Как же применяют компост? Его укладывают в теплице под грунт. Создается такая благоприятная температура, при которой овощи возревают в среднем на полтора месяца раньше срока. Так решается одна из проблем оптимизации антропогенных воздействий. Трубы стали неотъемлемой частью современного пейзажа. Заводские трубы выбрасывают в атмосферу углекислый газ, окислый серый и азота. В нашей стране установлены определенные нормы для вредных выбросов в атмосферу. В рамках закона возведена ответственность руководителей предприятий за загрязнение окружающей среды. В Конституции СССР предусматривается, что в интересах настоящего и будущего поколений должны быть приняты необходимые меры для сохранения в чистоте воздуха и воды. Киевский завод «Укрпластик». Со временем сложилось так, что он оказался в центре жилого массива, и остров стал вопрос о переводе предприятия за пределы города. Производство химическое, а значит, выделяет в атмосферу вредные вещества. Ну, теперь и точнее сказать, выделяло. На заводе таким образом изменили технологию производства, что все вредные вещества стали улавливаться в специальных термокаталитических реакторах. При этом не изменилось сырье, из которого делают полиэтиленовые пленки и пакеты. Не изменился состав лака и красок, которые применяют для изготовления мебельных покрытий. При новой технологии лабораторные анализы показывают воздух чистый. Дожигание в термокаталитических реакторах происходит при температуре 300-400 градусов. Состояние самих реакторов находится под постоянным контролем, ведь от этого зависит, насколько тщательно дожигаются газы. И снова пробы показывают, воздух не содержит вредных примесей, и для жителей района нет никакой опасности. Киевский завод медицинских препаратов расположен в центре города. Здесь изготовляют антибиотики. И несмотря на то, что при выращивании пенициллиновых грибков выделяются вредные вещества, в атмосферу они не попадают. По специальным трубам их направляют в котельную завода и сжигают. Вредные вещества становятся топливом. А тепло из котельной используется для бытовых нужд самого предприятия. Таким образом, продуманная технология производства на заводах Укрпластик и Медпрепарат пример того, как человек может уменьшить или полностью исключить вредное воздействие на окружающую среду. Чтобы не поникли каштаны Киева, не завяли розы на улицах Донецка, чтобы по-прежнему цвели липы в Москве, были зелеными города и, самое главное, здоровыми люди, в июне 1980 года в нашей стране был принят специальный закон об охране атмосферного воздуха. Вода тоже один из основных компонентов окружающей среды. И соотношение суши и моря, испокон веков сложившееся, является показателем равновесия в природе. Холодная Балтика и теплый янтарь. Сколько труда нужно вложить, чтобы превратить в украшение солнечный камень? Промышленная добыча янтаря связана с работой на прибрежных морских участках. Янтарь встречается только там, где есть залежи голубой глины, которые размывают гидромониторами. Здесь, в поселке Янтарном, под Калининградом, находится крупнейшее в мире месторождение янтаря. Тереконы отвалов и изрезанная котлованами пляжная полоса остаются на месте выработки породы. Изуродованная техникой земля. Как сделать так, чтобы уменьшить вредные последствия производственной деятельности человека на природу и использовать все добываемое сырье? Глину черпают из карьера ковшами, а затем по транспортерам направляют на обогатительную фабрику. Здесь янтарь несколько раз помывают, просеивают и самый крупный используют в ювелирном производстве. А янтарная крошка и отходы? Янтарь мелких фракций плавит. Он применяется как смоленой компонент в лаках, на которых затирается краска. Из самого мелкого янтаря получают янтарную кислоту, которая экспериментально применяется как стимулятор роста в сельском хозяйстве. Таким образом, все производство на комбинате приближается к безотходному. Добыча янтаря требует большого количества воды. И в основном используется вода из Балтийского моря. После окончания всех производственных циклов должно быть решено две проблемы. Возвращение воды в Балтийское море и глины в карьеры, из которых она вычеркана. Мощные трубопроводы несут воду с разжиженной пульпой на побережье. Вода просачивается сквозь породу и чисто стекает в море. А осевшая пульпа заполняет оставленные после добычи воронки, постепенно возвращая береговую полосу в прежнее состояние. При такой технологии намыва потери глины составляют всего 1%. Мы видели, что современное промышленное производство может нарушить гармонию между человеком и природой. Но человеческий разум способен уменьшить неблагоприятные антропогенные воздействия. Таков путь к ноосфере, сфере разума, о которой говорил наш великий соотечественник Владимир Иванович Вернацкий. Продолжение следует... Продолжение следует...